Спасибо. Сергей Михайлович Миронов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, действия Турции, гибель наших военнослужащих, конечно же, никого не оставили равнодушными. Это не вспышка гнева, это не эмоции, а вполне осознанное предательство. Желание услужить заокеанскому патрону, имперские амбиции и шкурные интересы возобладали. Эрдоган при покровительстве Соединенных Штатов Америки в одночасье разрушил многолетние результаты сотрудничества между нашими странами. Он сделал свой выбор. При этом Турция не только нанесла непоправимый ущерб нашим отношениям и открыто поддержала терроризм, но и сделала попытку втянуть НАТО в активное противостояние с Россией. А это уже, конечно же, полнейшая авантюра и полная безответственность. Турция показала всему миру свое истинное лицо, пособника терроризма и непредсказуемого партнера. Удар с потяжка по нашему самолету Су-24 окончательно поставил Турцию в один ряд с варварами 21 века. А присутствие России в Сирии и активное участие наших воздушно-космических сил в борьбе с ИГИЛ приобрело еще большее значение. В последнее время звучало немало предложений, каким образом мы должны ответить Анкаре. Относительно экономических мер считаю, что здесь именно тот случай, когда финансовая выгода, безусловно, должна уйти на второй план. Поэтому наша партия и наша фракция полностью поддерживает соответствующий указ президента Российской Федерации. Правящей верхушке Турции, да и не только ей, нужно дать понять, что так поступать с Россией никому никогда не позволено. Если этого не сделать, то угроза повторения подобных инцидентов будет сохраняться, а их масштаб, к сожалению, возрастать. В военном отношении тоже все ясно. Наши военные свое дело знают хорошо. И то, что сейчас уже на территории Турции чихнуть никто не сможет, без того, чтобы мы это не проконтролировали, и уж не говоря о том, чтобы какие-то самолеты, либо другие воздушные средства Турции пересекали границу Сирии. Мало не покажется, если они на это пойдут. В целом же последние события, заявления западных политиков ясно показывают, действия Турции – это хорошо подготовленная масштабная провокация. Россию хотят втянуть в большую войну. Этого нельзя допустить. Нужно сохранять спокойствие и поступать расчетливо. Мы видим, как по периметру государства с помощью уже отработанных приемов подогреваются враждебные отношения к России, и создаются очаги напряженности, да и просто разжигаются реальные вооруженные конфликты. Уже ставшие регулярными недружные заявления и действия стран Прибалтики, конфликт на юго-востоке Украины, блокада Крыма, события на Ближнем Востоке, активизация боевиков на Кавказе и в Афганистане с приселом на Республике Средней Азии – вот только краткий перечень создаваемых угроз. Убежден, что все это – звенья одной цепи. Тем, кто ведет такую политику, нужно напомнить, чем заканчивались в XIX и XX веках попытки завоевать Россию, либо сделать ей плохо. Мы не вправе отступать, и мы никогда не отступим. Альтернативы у нас нет. Россия всегда была и будет самостоятельным, суверенным, сильным государством, способным последовательно отстаивать свои национальные интересы, где бы эти интересы не требовали своей защиты. В складывающейся обстановке возникает целый ряд вопросов к нашему правительству. Насколько оперативно оно может и способно работать в таких условиях, в условиях новых и новых вызовов в нашей стране? Все ли министры отвечают профессиональным требованиям и способны противостоять этим вызовам? Обладает ли правительство политической волей для проведения разрешений в интересах большинства граждан нашей страны? К сожалению, эти вопросы не находят четкого и однозначного ответа. А ведь вероятность провокаций и экономической диверсии против России достаточно велика. Реагировать нужно, безусловно, на упреждения. Основные проблемы в экономической и социальной сферах правительство решает медленно, допуская немало просчетов и ошибок. Но разве наши энергетики не могли предусмотреть, что рано или поздно случится то, что случилось с Крымом? Что рано или поздно прекратится энергопитание? Почему спали? Почему сейчас, как всегда, в аварийном порядке, необходимо решать эту проблему? Таких примеров, к сожалению, немало. Основное внимание правительству должно уделять национально ориентированному бизнесу, готовому поставить свое плечо государству в трудную минуту. В целом, считаю, необходимо ускорить и активизировать работу правительства на раскачку времени не осталось. Нам необходимо в самые сжатые сроки укрепить экономический суверенитет России. Ведь именно по нашей экономике Запад бьет, бьет и будет продолжать бить. Жареный петух, как говорится, уже клюнул. Не надо ждать, пока он зайдет на второй круг. Нужно работать на упреждение. Уважаемые коллеги, в нынешней простой международной обстановке, в условиях войны, которую нам объявил международный терроризм, особое внимание необходимо уделить сплочению нашей страны и консолидации общества. Сегодня для всех очевидно. В мире есть страна, которая претендует на роль некого гегемона. И это Соединенные Штаты Америки. И этот гегемон, в кавычках, действует беспощадно, цинично и с большим намерением решать свои проблемы за счет других стран, за счет безопасности других стран. Этот гегемон, в кавычках, готов использовать все средства, тот же ИГИЛ, для сохранения своего доминирования. И если этого гегемона не остановить, то он придет в каждую страну, в каждый город, в каждый дом. И ничто его не остановит. И никому не удастся отсидеться или спрятаться в кустах. Сегодня для всего международного сообщества очень необходим простой выбор. С кем вы? С теми силами, которые хотят разжигания войны, которые хотят доминировать? Или с теми силами, которые противостоят этому злу и которые демонстрируют нравственное начало, в том числе, международной политики? В истории России такое уже бывало не раз. И всегда выигрывали те, кто был всегда с народом, оставался своей родиной, а не мечтал о сладких пряниках либо печенюшках, которые приносят с Запада. Более того, те, кто пробовал брать эти печенюшки, потом очень горько об этом сожалели. Наша элита должна перестать молиться на США, заискивать перед ними, искать их благословения и поддержки. Пора прекратить проповедовать и применять исключительно либеральные подходы, которые не учитывают интересы подавляющего большинства населения нашей страны. Уважаемые коллеги, наша партия «Справедливая Россия» предлагает мобилизовать все наши силы на решение тех проблем и вопросов, которые сегодня стали перед нами в полный рост. В этой связи мы настаиваем на следующем. Первое. Необходимо в виде исключения внести изменения в уголовный кодекс, которые бы позволяли применять террористам и их пособникам, которые совершили террористический акт, в результате которых погибли два и более человек, исключительно меры наказания, смертную казнь. Мы считаем, что это исключение, как временная мера, должна сегодня быть. И я должен сообщить вам, уважаемые коллеги, что соответствующий законопроект в ближайший день будет внесен в Государственную Думу, а сегодня направил соответствующие запросы в правительство России, Федерации и Верховный суд. Второе. Мы выступаем за ушедшение контроля за теми, кто приезжает к нам из стран с повышенной террористической опасностью. Соответственно, законопроект также подготовлен и находится уже в Государственной Думе. Третье. Необходимо уделить должное внимание безопасности российских туристов за рубежом. Мы считаем необходимым дать возможность правительству принимать решение о временном прекращении потоков туристов в любую страну, если там существует угроза террористической опасности для наших граждан. И, наконец, по аналогии с возуждением фашизма, мы предлагаем внести уголовную ответственность за отрицание либо одобрение геноцида армянского народа османской Турции в период 1915-1922 годов. Те, кто это делает, забывают об этом. Забывают историю, потворствуют новым преступлениям в будущем. Циничные и агрессивные заявления турецких властей по поводу сбитого нашего самолета – лучшее тому подтверждение. В заключение, уважаемые коллеги, хочу сказать о том, что мы должны думать о будущем нашего общества, мы должны думать о наших детях, и мы должны помнить, что свято место пусто не бывает. И если мы с вами не заботимся тем, что у нашей молодежи здесь и здесь, то это место будут занимать другие проповедники и другие идеологи. И совсем последнее в моем выступлении, но не последнее по сути. Безусловно, те, кто сбил наш самолет, те, кто это организовал, должны понести самое суровое справедливое наказание. Это должно быть сделано обязательно. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Михайлович.